И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. Когда я записывал предыдущее свое видео, которое сейчас окажется перед вашими глазами, под названием «Зачем армянам провокации?» вопрос. Абхазия вопрос. Тавуз не вышла, запятая Кипр вопрос. Меня во всех статьях, которые я рассматривал в данном видео, в основном заинтриговала одна статья. Особенно заинтриговала. В данной статье говорилось о том, что в Иране предотвратили нападение на Генконсульство России. В данной попытке, назовем так, нападение спецслужбы Ирана обвинили группировку Тандар. После того, как я прочитал об этом, мне стало интересно узнать, что это за группировка. Но я не буду сейчас рассказывать об ее предыстории, так как, занимаясь поисками информации об этой группировке, я нашел более интересную ее информацию, которая свидетельствует о том, что данная группировка имела пересечение с, как ни странно, армянскими радикалами, тире, возможно, даже армянскими диаспорами в Лос-Анджелесе и во Франции. Для того, чтобы не выглядеть голословно обвиняющим, сейчас я представлю вашему вниманию ту статью, в которой как раз-таки я и обнаружил некоторые моменты, которые подвели меня вначале к этой мысли о связи группировки Тандар и армянских радикалов. Вот эта статья. Иранская СМИ. Глава группировки Тандар задержан в Таджикистане. Обратите внимание, статья о задержании главы данной организации тире группировки вышло 2-го числа данного месяца. А о попытке теракта тире захвата генконсульства вышло 1-го числа. То есть через день глава Тандар, группировки Тандар был схвачен в Таджикистане. Но интересует меня не его арест или похищение, не то, как его смогли перевезти на территорию Ирана. Нет. Меня интересует другое. Давайте для начала вспомним один небольшой момент, для того, чтобы именно показать связку данной группировки с представителями армянства. Давайте с вами окунемся в 2018 год. Иран кипит. В Иране проходят многочисленные митинги, антиправительственные, вызванные поднятием цены на горючее. В этот же момент, буквально через 5-6 дней, в Ереване вдруг проходит антииранский митинг возле посольства Ирана, на котором некие личности выкрикивали такие лозунги, как «Хамынии изыди», «Ислам изыди». Если некоторые представители армянства захотят отрицать данный факт, то вот вам статья из Регнума, которая вышла в 2019 году, 27 ноября, в которой говорится о данном событии. Но, в частности, вот давайте прочтемте. Итак, что имело место в Ереване? Группа непонятно кого, но кричавшие и певшие на фарси вначале устроили малочисленное, человек 10-11, кричалку возле дома правительства, а затем направились к посольству Ирана в Армении, где повторили свои кричалки. В их рядах, я не буду сейчас уже это зачитывать, кто захочет, сможет уже ознакомиться сам, была личность из Франции, да, дорогие друзья, из Франции, который являлся работником радиостанции «Свобода». Это был армянин, как я сказал, проживавший во Франции, но выходец из Ирана. Запомните этот момент. То есть, в 2018 году этот человек прибыл из Франции на территории Армении для проведения данного антииранского, антиправительственного митинга возле посольства Ирана. Ну что ж, запомнили этот момент? Ну так вот, данная организация, имеется в виду Тондар, ну, организация в кавычках, занималась, в общем-то, тем же самым. Она боролась с верой, с постулатами, которые были закреплены после, ну, назовем так, исламской революции. Также они боролись против, разумеется, так называемой культуры персов в Иране. Даже, я бы сказал, культа персов. Но не стоит здесь, знаете, как сейчас радоваться и рукоплескать данной группировке, как могут сейчас сделать некоторые азербайджанцы. Многие азербайджанцы. Не стоит. И сейчас вы поймете, почему. Это очень важный аспект, дорогие друзья. Ну что ж, данная личность, вот давайте вернемся к так называемому лидеру группировки, главе группировки Тандар. В те же самые дни находился на территории Франции. И был, можно сказать, курирован спецслужбами Франции. То есть, находился под их крылышком. Уже интересно. Но давайте пойдемте дальше. То есть, спецслужбы, обратите внимание, курировали и данного молодого армянина, который прибыл в Армению с лозунгами хаммени-изиди, ислам-изиди и другой глава организации Тандар, группировки Тандар, также находился под крылышком французских спецслужб. Двое. Интересное совпадение. Но этого мало. Через некоторое время данная личность оказывается в Лос-Анджелесе. не в Англии, не в Лондоне, нет, в Лос-Анджелесе. Вас ничего не смущает? Лос-Анджелес это, можно сказать, является ядром армянского радикализма. Достаточно вспомнить такую улицу, как это уже можно сказать практически как городок. Маленькая Армения. Также есть улица ну мы называем Карабах, армянство называют по-своему, я сейчас не хочу произносить это название. То есть все это свидетельствует о том, что в Лос-Анджелесе находится, можно сказать, ядро армянского радикализма. Не так ли? И туда едет глава Тандар. Группировки Тандар. Интересно. Еще то есть одна смычка этих двух направляющих армянского радикализма и группировки Тандар. Теперь давайте пойдемте дальше. Какое посольство попытались захватить данная группировка российская. Не так ли? Это тоже крайне важно. Давайте вспомним, кому недавно угрожали армянские радикалы, в частности из такой организации, как Сосноцерер. по-моему, российским посольством. Интересно тоже совпадение. Тем более, очень интересное совпадение в связи с тем, что отношения между Арменией и Россией можно сказать уже не существуют. Их просто нет. Любого армянина, который начинает говорить о своем, высказывать свой негативизм в отношении антироссийского, антироссийской политики, исходящей от Армении армянство готово обвалять в грязи. А в лучшем случае. Как это было в частности с Маргаритой Симоньян? Не так ли? Все это еще раз подчеркивает правоту моих слов в отношении того, что данное пересечение группировки Тандар и радикального армянства имело место? Давайте пойдемте еще чуть дальше. Когда решили провести данный захват посольства? Ответив на этот вопрос, мы отвечаем на вопрос почему на мой взгляд данное деяние попытались совершить три силы? Это некая группировка Тандар, это армянские радикалы и это западные спецслужбы. когда в какой момент времени решили захватить ген консульство в Иране? В момент крайне интересных событий по границе Российской Федерации. Не так ли? Очень интересные события происходят в частности в Хабаровске, в Хабаровском крае. Второй момент это конечно же события в Тавузе. Третий момент попытки столкнуть Россию и Турцию. Четвертый момент выходит это событие в Иране. Пятый момент это событие в Белоруссии. И обратите внимание, во всех этих местах имеется след определенная цепочка состоящая из представителей армянства. Во всех событиях вы не ослышались. Я уже говорил, но давайте раз произошло новое событие оглашу всю эту цепочку включая события в Иране. Начнем с Хабаровска. В отношении Хабаровска я уже показывал вам и не только я многочисленные высказывания армянства представителей армянства побуждающий русский народ подниматься против российской власти. Хабаровск армянский след Тавус объяснять надеюсь не надо. в отношении провокационных действий постоянных провокационных действий которые призывают толкнуть Россию и Турцию для этого достаточно посмотреть на выступление Багдасарова которое он делает на различных российских телеканалах. Идемте дальше. В отношении Ирана я только что ответил в отношении Белоруссии прошу прощения. Для этого достаточно вспомнить о том что интересы Пашиняна и интересы белорусского батьки в свое время пересеклись касательно цены на газ российский газ. То есть и здесь вполне могло иметь место именно армянское воздействие на события в Белоруссии. В частности на арест россиян. Тем более стоит здесь обратить внимание на то что тут же силовики Украины а возглавляет их Аваков потребовал этих россиян 33 человека было схвачено к себе. Тоже интересный момент картинка выстраивается не так ли? Я уж не говорю о том что в эту картинку очень интересно вписывается падение цены на нефть. Теперь скажите мне после того что я сказал и описал события в Иране не являются одним из назовем так этапов одной из ступеней на этой лестнице событий последний этаж который будет попытка раздробления России обратите внимание опять-таки все эти события включая события в Иране именно в момент падения цены на нефть и проблемы у России в отношении газа кстати этот момент я совсем забыл указать тоже интересно ну что ж дорогие друзья на этом пожалуй все это было своеобразное небольшое мое расследование в отношении событий которые произошли в Иране на мой взгляд данное видео очень важно поэтому я обращаюсь к вам ко всем распространить данное видео как можно больше и еще я уже говорил в предыдущем видео что продолжу сообщать интересные тире дополнительные новости и делать определенные дополнительные обращения в следующем видео ну так вот сейчас я хочу точнее сказать можно сказать отчасти вынужден обратиться за поддержкой потому что работы у меня можно сказать прибавляется в отношении информации которая ко мне прибывает поэтому я вынужден обратиться именно за финансовой поддержкой так как можно сказать весь мой день занимает именно информационная война кто сможет оказать поддержку опять-таки вам достаточно написать ко мне на почту со словом привет с любого слова приветствия в ответном письме я объясню что и как в отношении того почему я не устанавливаю донаты и почему я не открываю счет а именно говорю что поддержка пускай пока оказывается через Western Union золотая корона и так далее потом есть одна простая причина вернее две причины в отношении донатов я честно говоря в этом слабо разбираюсь и боюсь допустить ошибку просто физически боюсь допустить ошибку тем более насколько я знаю в отношении Азербайджана это делать очень установка немножко более сложная это первое в отношении счета ну прежде всего если уж открывать счет то он должен быть наиболее удобный для тех кто собирается отсылать поддержку и здесь опять-таки возникают вопросы я очень надеюсь что если кто-то из моих зрителей моих подписчиков скажем так сталкивался с данными вопросами и знает на них ответы кто посоветует мне как решить данную проблему конечно же я буду благодарен на этом все дорогие друзья не болейте всегда ваш Сиидов Ямран до свидания до свидания Продолжение следует...